Таджикистан 2 февраля заместитель председателя Центра исламоведения Таджикистана Рустам Азизи в интервью Радио Азади заявил о снижении уровня доверия мусульман Таджикистана к имамам Хатыбам. По словам Рустама Азизи, в ходе проведения опроса общественного мнения выяснилось, что в последние годы уровень доверия к имамам резко снизился. Если в 2012 году половина опрошенных доверяла им, то в прошлом году уровень доверия опустился до 9,7%, заявил Азизи. Как отметил Азизи, правительство Таджикистана с 2012 года ежегодно проводит опрос общественного мнения относительно религии. Так, например, в этом году вопросы опроса были следующими. Насколько важны, на ваш взгляд, религия и религиозные традиции? Как повлияла религия на вашу жизнь? И насколько верите имамам и другим священнослужителям? Наблюдатели отмечают, что снижение доверия к имам Хатыбам в первую очередь связано с их лояльностью к режиму настолько, что они начали давать противоречащие исламу фетвы, и это стало заметным даже для простого народа. По мнению спикера Палаты парламента Таджикистана Шукурджона Зухурова, причиной отсутствия мира в Афганистане является безработица. На встрече с послом Афганистана Мухаммадгулом Залмаем Юнуси в Душанбе 3 февраля Зухуров дал совет афганскому дипломату о необходимости создания рабочих мест путем реализации экономических проектов в стране. А это, в свою очередь, по мнению Зухурова, должно привести к достижению мира в Афганистане. Об этом сообщил пресс-секретарь Нижней Палаты парламента Мухаммад Дато Султонов. Народу, которые занят постоянной работой, получают доход от мирного труда не до войны, заявил Зухуров. Однако, как показывает история Афганистана, причиной постоянных войн на его территории является нежелание этого народа принимать чуждые, противоречащие исламу системы и колонизаторское правление. И в этих войнах мусульмане Афганистана до последнего противостоят иностранной интервенции даже ценой своих собственных жизней. Кроме того, как показывает практика, наличие рабочих мест или экономическое благополучие в какой-либо стране не всегда способно предотвратить народные волнения. В частности, в мусульманских странах хорошим примером тому служит Ливия времен Каддафи, где уровень благосостояния был далеко не самый низкий, а объем ВВП на душу населения составлял 9714 долларов. Однако, все это не помогло тирану Каддафи и не спасло его от мести народа, который жестоко расправился со своим угнетателем. Россия в очередной раз демонстрирует пренебрежительное отношение к жителям странам-участницам ЕАЭС. Отныне мигрантам из стран-участников ЕАЭС может грозить выдворение и денежный штраф в случае осуществления трудовой деятельности на территории России без трудового договора, за исключением граждан Белоруссии. МВД России предложило внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и штрафовать мигрантов за отсутствие трудового или гражданско-правового договора на сумму от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы России. Для должностных лиц предусматривается штраф от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц от 250 до 800 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Также предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда. Предлагаемое ужесточение касается лишь граждан стран-участниц ЕАЭС, а что касается граждан других стран, то в отношении них уже давно практикуются вышеописанные меры. Напомним, на сегодняшний день трудовые мигранты стран-участниц ЕАЭС, а именно Армении, Киргизии, Казахстана, России и Белоруссии, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в пределах территории стран-участниц Союза. Однако ответственность за его отсутствие была ранее предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства. Эксперты отмечают, что Россия все это время использовала ЕАЭС в качестве приманки с целью сформировать положительное мнение у народов Центральной Азии, в частности у трудовых мигрантов относительно данного Союза. Это делалось путем мнимого облегчения условий пребывания мигрантов на территории России. Исламский институт Таджикистана теряет популярность. Борьба с хиджабом в Таджикистане продолжается. Более 40% жителей Таджикистана недоступна пресная вода.